Ну, к сожалению, мы встречаемся только с обещаниями. Вот все только обещают. А кто еще у вас тут приходил и обещал? Ну вот я могу... Мы все в него верили, я прям молиться на него готова была. Ну вот по факту подавайте в суд и все. А у меня нет денег, у меня дом двое детей. Подавайте в суд по поводу чего, скажите? По поводу того, чтобы возместили ущерба. Потому что после капремонта у нас квартира в руинах, конечно. У вас акты есть? У нас акты, у нас заключения. И девятую по третий этаж дом залили. Вы составьте, пожалуйста, обращение спокойно от жильцов. Это спокойно, это я не знаю, надо постараться. Тут уже спокойно, капремонт должны были сдать до начала мая. До сих пор еще даже и не начинают. Да, мы приходим, куда только не приходим. Нам говорят, вы что опять-то пришли? Уже, казалось бы, уже все, уже все. Черца 35, вот этот дом. Да, этот дом. Жители дома не устраивались, что здесь вместо зеленой зоны организовали парковку. Да, да, да. Здесь давно уже с самого открытого постройки этого дома. И как бы я не позволю, чтобы мне прям в окно... Я понял. Все, соответственно, надо этот вопрос обозначить перед чиновниками и ГИБДД. ГИБДД вообще не поплюет. Я на нее не отвечаю. Давайте мы договоримся так. Мы обратимся в префектуру города, чтобы сюда прислали представителя. Мы собрали всход граждан. И, соответственно, с людьми решили вопрос, как этот вопрос разрешить так, чтобы всех устраивали. Какой-то найти компромиссный вариант между жильцами дома и владельцами автомобиля. Вот так вот дорога. Вот там вот у нас дом детского творчества. Вот тут вот водят туда ребяти. Как дождь, то здесь вообще она, во-первых, почему-то ниже, чем вот та получилась. Ее все заливает. Да даже телевидение Рязанское приезжало. Когда, года два назад? Да, года два назад. Поснимали и все. Просто составляется перечень вопросов. Спокойно, четко, ясно их расписывают. А подписи надо собрать от людей, которые стоят на встрече. Товарищ депутат идет в администрацию города Рязани. Спокойно с ними на эту тему говорит. Они составляют дорожную карту, как это модно сейчас говорить. Дают ответ, в каком году они это заспальтируют. Мы, соответственно, берем этот вопрос на контроль. Я передаю привет префектуре, администрации города Рязани и депутату Рязанской городской думы, которая здесь в 2018 году избирается. То есть люди не могут фамилию депутата Гурдумы назвать, областной думы. И говорят, мы везде обращались, только фамилию депутата не знаем. И участкового никто не знает.